50 лет спустя. Как Люси, матерь человечества, изменила представление оба эволюции? Из цикла археологические раскопки. В 1974 году в Эфиопии были обнаружены окаменелые кости Люси, гоминина возрастом 3,2 миллиона лет. Как этот удивительный скелет опроверг теорию Дарвина и что связывает ее с группой Битлз, 24 ноября 1974 года американский антрополог Дональд Джоханссон вместе со своим студентом Томом Греем пробирался через овраг в Хадаре в регионе Афар в Эфиопии. Пара искала окаменевшие кости животных в окружающем или и пепле, когда Джоханссон заметил крошечный фрагмент кости руки и понял, что он принадлежит человекоподобному существу. Мы посмотрели вверх по склону, вспоминал позже Джоханссон. Там, как ни странно, лежало множество фрагментов костей, почти полная нижняя челюсть, бедренная кость, ребра, позвонки и многое другое. Мы с Томом кричали, обнимали друг друга и танцевали, обезумев, как любой англичанин под полуденным солнцем, Джоханссон и Грей вернулись в свой лагерь, ликуя, с гудком своего ленд-ровер. Пиво охладили в реке Аваш и подали жареную козлятину, чтобы отпраздновать открытие, которое, по общему мнению, было сенсационным. В общей сложности Джоханссон и Грей обнаружили 47 костей одного древнего гоминина, термин, используемый для определения человека и всех наших вымерших двуногих родственников. Собранные ими фрагменты составили около 40% от полного скелета, и последующая датировка показала, что возраст этих останков составляет около 3,2 миллиона лет. На тот момент это было самое древнее человекоподобное существо, когда-либо обнаруженное охотниками за окаменелостями, и ей дали имя Люси. Спустя 50 лет открытие Джохансона и Грея остается одним из самых заметных прорывов в области палеонтологии человека. Судя по тазу, ученые пришли к выводу, что это была женщина, а короткие ноги указывали на то, что ее рост составлял всего 1,2 метра. За этим открытием последовали другие подобные находки, некоторые в Эфиопии, а некоторые в Танзании, и в 1978 году Джохансон вместе с коллегой Тимом Уайтом объявил, что все эти кости, включая кости Люси, принадлежат одному, ранее неизвестному виду гомининов, который они назвали астралопитеку сафарензис, южная обезьяна из Афара. Джохансон и Уайт поместили астралопитеку сафарензис в основание древа предков, которое вела к более поздним видам, таким как Homo erectus, а затем неандертальцам и Homo sapiens. С этой точки зрения Люси была матерью человечества. Пересмотр теории эволюции И хотя последующие исследования и другие находки окаменелости привели к некоторому пересмотру возвышенного статуса Люси, сам факт того, что она ходила вертикально, несмотря на свой маленький мозг, был, сам по себе, открытием огромной важности, говорит палеантрополог Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне. Человеческие существа обладают тремя ключевыми качествами – способностью ходить вертикально, умением изготавливать орудия труда и большим мозгом, говорит Стрингер. Но важнейший вопрос заключается в том, какая из этих особенностей появилась первой в нашей эволюции. Что стало первым шагом, который заставил наших предков двинуться по пути, который в конечном итоге привел к появлению Homo sapiens? В книге «Происхождение человека» Чарльз Дарвин утверждал, что три человеческие особенности – двуногость, изготовление орудий труда и большой мозг – развивались согласованно, причем развитие одной из них стимулировало дальнейшую эволюцию других. Исходя из этого, увеличение мозга должно было быть частью эволюции человека с самого начала. Затем была обнаружена Люси. Люси показала, что эта идея просто не соответствует действительности, говорит Стрингер. Ее скелет показал, что наши предки ходили на двух ногах задолго до того, как их мозг стал большим. Эту точку зрения подтверждает Зересиный Алимсигет, палеантрополог из Чикагского университета. Люси показала, что большой мозг не был обязательным условием принадлежности к человеческому роду, говорит он. Это интригующее наблюдение, которое поднимает ключевые вопросы. Почему наши предки вообще встали на две ноги? Какие эволюционные преимущества они получили, встав на две ноги, теории хождения на двух ногах? За прошедшие годы было предложено множество ответов. В ходе на двух ногах, обезьяны могли свободно собирать плоды с низкорасположенных ветвей, а также переносить еду и детей. Стоя вертикально, они выглядели бы более крупными и устрашающими, при этом снижая уровень падающих на их спины лучей сурового африканского солнца. Все эти предположения наводят на размышления, хотя наиболее вероятная причина была более прозаичной, утверждает Алимсигет. Когда вы ходите на двух ногах, а не на четырех, вы экономите энергию. Это очень просто, вы расходуете меньше калорий, и не забывайте, что наши ранние предки не боролись за вес, как мы сегодня. Им нужно было получить всю энергию, которую они могли получить, и использовать ее с максимальной эффективностью. Ходьба на двух ногах помогала им в этом. За переход к вертикальной походке люди расплачиваются сегодня болями в спине и другими проблемами со скелетом, возникающими в более зрелом возрасте. С другой стороны, люди пожинают плоды в виде расширения мозга, которая в конечном итоге последовала за переходом к бипидализму. Открытие Люси позволило Астралопитеку Сафарензис занять центральное место в истории эволюции человека. Однако с тех пор, как ее присутствие было впервые обнаружено в Хадаре, было найдено множество окаменелостей других, еще более древних видов гомининов. Древние виды гомининов. К ним относится Астралопитеку Санамензис, который 4 миллиона лет назад передвигался по местности, расположенной сегодня на территории Кении и Эфиопии, и Ордипитекус рамидус, живший около 4,5 миллионов лет назад в аналогичном районе Африки. Важно отметить, что анатомические особенности этих ранних обезьян указывают на то, что они ходили на двух ногах. Так мог ли один из этих видов, а не Астралопитеку Сафарензис, быть истинным родоначальником линии, которая привела к Homo sapiens. Род Люси мог быть просто боковой ветвью этого семейного древа, а не прямой связью с современными людьми. Другими словами, Люси была всего лишь двоюродной тетей человечества, а не его матерью. Некоторые ученые считают, что так и было. Однако Алим Сигет сомневается в этом. Эти ранние гоминины, вероятно, некоторое время ходили вертикально, но многие из них, вероятно, большую часть своей жизни жили на деревьях. Напротив, Люси и ее сородичи Афарензис проводили много времени, ходя вертикально. Они сыграли решающую роль в превращении нашего рода в тот, который стал приверженцем вертикальной позы. С появлением Люси человеческий род достиг той стадии, когда хождение в вертикальном положении стало обычным делом. Люди стали двуногими животными, что стало определяющей чертой рода, который в конечном итоге привел к появлению Homo sapiens. Вклад самого Алим Сигета в эту область заключается в том, что 10 декабря 2000 года он обнаружил селом, почти полный ископаемый череп и части скелета ребенка Астралопитеку Сафарензис. Иногда его называют ребенком Дикика, или ребенком Люси, хотя последнее утверждение является ошибочным, поскольку возраст черепа составляет 3,3 миллиона лет, а значит он старше Люси более чем на 100 тысяч лет. Мы нашли Афарензис в Танзании, Чаде, Кении и Эфиопии и знаем, что Люси и ее сородичи жили в этих частях Африки около миллиона лет, добавляет Алим Сигет. Такая древность и широкое географическое распространение убеждают меня в том, что это наиболее вероятный кандидат на то, чтобы дать начало многочисленным видам рода хомо и в конечном итоге нашему собственному виду, хомосопиенос. Родственные связи Останки Люси сейчас хранятся в Национальном музее Эфиопии в Адис-Абебе, где Алим Сигет, родившийся в Эфиопии, попал в заголовки газет в 2015 году, когда он показывал Люси Бараку Обаме во время государственного визита президента. «Она – предшественница всех современных людей», – сказал он Обаме. «Каждого человека, даже Дональда Трампа. Другие ученые более осторожны в вопросе точного родства Люси с современными людьми. Проблема в том, что у нас есть только две области, где мы имеем хорошие ископаемые свидетельства эволюции гомининов, в районах хрифтовой долины в Кении, Танзании и Эфиопии и в Южной Африке», – отмечает Стрингер. В первом случае там есть озера, реки и отложения, в которых относительно легко найти окаменелости, а в Южной Африке – множество пещер, где окаменели ранние гоминины. Это дает очень предвзятую картину эволюции гомининов в Африке. «Мы не знаем, что происходило в других частях континента», – добавляет Стрингер. Это как пьяный человек, который ночью ищет ключи, и смотрит только туда, где есть уличное освещение, потому что это единственные места, которые он может видеть. В настоящее время в Африке не хватает мест, где можно найти ископаемые останки, и мест, где люди действительно искали, и это ограничивает количество доказательств, которые исследователи могут собрать о том, как именно происходила эволюция человека миллионы лет назад. Тем не менее, очевидно, что Люси смогла сыграть важную роль в развитии понимания собственного вида, хотя ее именование было довольно бессистемным, как признается Джоханссон в воспоминаниях о тех волнительных днях, которые последовали за ее находкой в Хадаре. «Конечно, такая благородная маленькая ископаемая леди заслуживает имени, подумали мы, и однажды вечером, когда мы сидели и слушали песни, Битлз, кто-то сказал, почему бы нам не назвать ее в честь Люси? Знаете, в честь Люси из песни «Люси в небесах с алмазами». Так она стала Люси, говорит Джоханссон. Однако, как отмечает Кейтлин Шрейн в журнале Nature, вполне могло быть совсем другое название. Песня «Битлз» была записана семью годами ранее. И если бы Джоханссон и его коллеги выбирали поп-музыку более современно или имели бы более доступные записи, они, вероятно, слушали бы более современные композиции. Среди песен могли бы быть даже хиты 1974 года, например, песня Энни «Джона Денвера» или «Бенни и сверхзвуковые самолеты» Элтона Джона. Если бы они слушали эти композиции, то самый известный в мире ископаемый скелет мог бы носить другое имя. Впрочем, имя, возможно, не имеет значения. Главное, что она была великим первопроходцем, освещавшим раннюю эволюцию человека, говорит Стрингер. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Жаш Клаб и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.